В Индийском океане у острова Маврикии во время шторма столкнулись буксиры баржа, которые участвовали в ликвидации разлива нефти. Два члена экипажа буксира погибли, четырех спасли, два человека пока числятся пропавшими без вести. «Буксир тянул за собой баржу, которая доставляла в порт откачанную нефть. Они возвращались в темноте и в плохую погоду. Баржа ударилась о буксир. Четверо членов экипажа были сбиты с ног, а ещё четверо упали в море». С буксира успели подать сигнал бедствия, позже он перевернулся. На место происшествия прибыли спасатели на вертолёте и забрали людей. Пропавших без вести продолжают искать, но, по словам чиновников, надежды мало. «Все спрашивают, зачем нужно было так срочно буксировать баржу в темени непогоду. Можно было избежать гибели этих двух несчастных сотрудников береговой охраны». Разлив нефти начался после того, как в конце июля у берегов Маврикия сел на мель японский танкер. Из пробоины в океан попало тысяча тонн маслянистой жидкости. Экологическая катастрофа угрожает местной флоре и фауне. Недавно на берег острова выбросило 39 мёртвых дельфинов. Причина их гибели неизвестна, но экологи винят в этом разлив нефти и требуют расследования. Помимо этого, могут оказаться напрасными усилия по сохранению редких морских птиц, а также растений в близлежащем заповеднике. Власти обещают расследовать аварию буксира и баржи. Общее количество заражений коронавирусом в России превысило отметку в 1 миллион. По данным, на 1 сентября за сутки выявлено более 4700 новых случаев COVID-19, умерли 123 пациента. Всего скончались свыше 17 тысяч человек. Россия по общему числу заражённых стоит на четвёртом месте после США, Бразилии и Индии. В стране официально зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник-5». Сейчас идёт третий этап испытаний препарата. В нём будут участвовать 40 тысяч человек. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что крупные партии вакцины начнут поставлять в сентябре. В первую очередь смогут сделать прививки медики и педагоги. Власти обещают, что процедура будет добровольной. В ноябре-декабре планируется массовая вакцинация людей, входящих в группы повышенного риска. Не все россияне готовы делать прививку, а некоторые даже не знают, полагается ли им вакцина. Я в целом подозрительно отношусь к вакцинации, не обязательно связанной с коронавирусом, но вообще к гриппу. Поэтому я вакцинироваться не думаю. Думаю просто бегать, заниматься спортом, кушать хорошую еду и укреплять организм стандартными базовыми методами. Стараюсь каждый год прививаться от гриппа. Я слышала, что вроде бы от ковида не прививают взрослых людей. Как-то так. Ну, не знаю, стараюсь себя наградить, везти нашу масочку. Вакцину «Спутник-5» разработал Центр имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Вторую вакцину, созданную Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» планируют зарегистрировать в октябре. Реки во многих регионах Индии вышли из берегов из-за непрекращающихся проливных дождей. Много населённых пунктов затоплено. Люди вынуждены искать убежище на возвышенностях. В городе Пхаруч на западе страны сильно разлилась река Нармада. «Пострадало около 30 деревень. 4977 человек были эвакуированы». Тысячи человек вынуждены покидать свои дома и в штате Мадхья-Прадеж в Центральной Индии. «Бедствие было очень большим. Но сейчас уровень воды снижается. Поэтому наша задача – восстановить инфраструктуру и помочь людям. Мы успокаиваем людей, чтобы они не переживали. Правительство рядом. Я рядом. И мы сделаем для них всё». А это западный город Вадодора. «Каждый раз во время наводнения мы вынуждены покидать дом один или два раза. А если воды очень много, то вынуждены бежать надолго. Это уже третье наводнение. Поэтому мы перебрались в школы. Где безопасно, туда и идём». Река Ганг в священном городе Варанаси также течёт выше опасной отметки. «Дожди идут в Индии с мая по сентябрь и поддерживают две трети населения, живущие за счёт сельского хозяйства. Обратная сторона сезона муссонов – наводнения, оползни, инфекционные болезни и человеческие жертвы». Миллионы детей по всей Европе снова сели за парты, но теперь в школах им и педагогам придётся соблюдать новые правила. Хотя в некоторых европейских странах опасаются второй волны эпидемии, власти Франции среди тех, кто считает, что пандемия не должна больше мешать нормальной жизни. В то же время школьники обязаны носить маски, соблюдать социальную дистанцию и дезинфицировать руки. «Если соблюдать инструкции, о которых нам сказали, то бояться нечего». В Испании 17 автономных сообществ сами устанавливают правила работы школ, но все дети старше шести лет должны быть в масках. В Андалусии ученикам также придётся соблюдать социальную дистанцию. «Родители должны быть уверены, что их дети здесь будут в безопасности. Всё возможное для этого мы делаем и будем делать. Все, начиная с нас, носят маски и соблюдают дистанцию». Российские дети также вернулись в классы. На входе им измеряют температуру. В масках только учителя. «Учебный год начинается в традиционном режиме. Абсолютно все преподаватели, воспитатели, сотрудники школы прошли тестирование ИХА и здорово готовы работать с детьми». По данным ЮНЕСКО, во время карантина в апреле в школы перестали ходить примерно полтора миллиарда детей. Из-за этого у многих снизилась успеваемость. Согласно статистике, из общего количества случаев заражений COVID-19 во всём мире только 1-2% приходится на детей и молодёжь. При этом болезнь у детей в основном протекает в лёгкой или бессимптомной форме, и смертность очень низкая. На окраине угандийской столицы Кампала находится район трущоб под названием Касакоса, где проживает более 20 тысяч человек. И многие люди трудятся здесь, на склоне холма Банда. Мужчины, женщины и дети сидят под палящим солнцем и размельчают камни. Потом их используют в качестве строительного материала. Ирена Анек – одна из многих работников, которые бежали от конфликта на севере Уганды. У неё нет образования, поэтому берётся за любую работу. «Каждый день мы зарабатываем от 80 центов до доллара 36 центов. Зависит от нашей активности. Этих денег с трудом хватает на еду и другие товары. Цены очень высокие. Мы просто выживаем». С началом пандемии коронавируса многие люди стали приводить на работу своих детей. Сын Ирена говорит, что школы закрыты, поэтому он будет поддерживать семью любыми способами. «Нам нечего делать, и мы можем приходить сюда работать и зарабатывать деньги. Мы можем их откладывать, а когда пандемия закончится, мы вернёмся в школы и будем оплачивать их своими деньгами». «Нельзя позволять детям работать здесь по три месяца. Они забудут всё, что выучили, и останутся на этих шахтах». При этом такая работа очень травмоопасная. Инциденты на шахтах случаются постоянно. «Уже всего то, что у нас начинаются боли в груди, и возникают другие респираторные болезни из-за пыли, которую мы вдыхаем. Мы также получаем травмы, поскольку осколки ко мне летят в глаза. Ещё мы отбиваем пальцы молотками». Местные власти говорят, что помочь не могут, поскольку шахты в основном находятся в частных руках. В Уганде живёт 42 миллиона человек. При этом в стране зафиксировано более 3000 случаев заболевания COVID-19 и более 30 умерших. Впрочем, данные могут быть сильно занижены, поскольку массового тестирования среди бедного населения не проводится. Кроме того, с первого сентября в стране вводится плата за добровольные анализы на коронавирус. Свинина для Гонконга, да и остальной Азии – один из главных ингредиентов в сотнях блюд. И чтобы убедить азиата стать вегетарианцем, надо хорошо постараться и предоставить по-настоящему достойную альтернативу. Местная компания Omnipork уверена, что изобрела идеальный рецепт. Она делает заменитель свинины из соевых бобов, гороха, вешенок и риса. «Вместо того, чтобы создавать какую-то новую концепцию, мы хотим показать, что заменитель готовится как обычная свинина. Причина, по которой мы выбрали именно это мясо, в том, что в Азии оно самое популярное. В Северной Америке, например, больше предпочитают курятину и говядину». Компания Omnipork открыла лаборатории в Канаде, производство в Таиланде. Её цель – рассказать людям о важности охраны окружающей среды. «Что касается Китая и Азии, мы говорим о 60% населения планеты. Если хотите оказать влияние, то начинайте с Азии. А свинина – это основное мясо, которое они потребляют». Популярная сеть ресторанов быстрого питания уже начала использовать этот заменитель свинины в некоторых блюдах. «Мы обнаружили, что стрипсы Omnipork по вкусу очень похожи на свинину. Можно легко получить традиционный вкус, к которому привыкли гонконгцы. Нужно просто выбрать правильные ингредиенты». Некоторые клиенты говорят, что готовы попробовать вегетарианские блюда. «Обычная еда в ресторане довольно жирная. Даже если готовят на пару, то жира кладут много. А когда я вижу, это новое мясо только с растительными ингредиентами, то возникает желание его попробовать. «Кажется, это более здоровый вариант. Свинина более жирная, ведь это красное мясо». В местных супермаркетах заменитель стоит немного дешевле обычной свинины. Сегодня этот продукт продают не только здесь, но и в других странах Азии, включая Филиппины, Японию и Таиланд. К концу года компания собирается расширить поставки ещё на 20 государств. В британской библиотеке открылась выставка, на которой представляют древние еврейские рукописи со всего мира. От свитков сторой 17 века из Китая до брачного договора 1881 года из Индии, дающего супруге юридические и финансовые права. Многие тексты представляют публике впервые. Документы охватывают многие сферы – от науки, религии и законодательства до алхимии и философии. Называется выставка «Еврейские рукописи. Путешествие письменного слова». Самая древняя рукопись датируется X веком. А один из документов является письмом от итальянского Равина, королю Англии Генриху VIII. Монарх хотел найти свидетельство в священных писаниях, что его желание развестись является обоснованным. Однако Равин не оправдал его надежд. «Мы пытаемся донести силу письменного слова для еврейских общин, особенно диаспоры. Что их объединяло? Это слово, это книга, это иврит. Эта выставка показывает разнообразие еврейских общин». Среди древних текстов есть книги, содержащие заклинания и заговоры. К ним нередко прибегали для лечения заболеваний. А одно заклинание даже обещало помочь скрыться от неприятелей. «Это схематичное изображение лодки. С её помощью можно было бежать из плена. Нужно было нарисовать такую лодку на земле. Потом встать в центр рисунка, и духи должны были прибыть и вас увезти». Эта выставка стала первой в британской библиотеке после месяцев карантина. При этом все тексты также оцифрованы и доступны онлайн в высоком разрешении. В быстрые воды Дуная один за другим ныряют искатели острых ощущений. Заплыв через самую длинную реку Евросоюза проходит в Будапеште. Для пловцов главная проблема – сильное течение. Нужно оставаться в безопасном коридоре шириной 430 метров, который контролируют спасатели. «Люди боятся течения в Дунае и опасаются, что вода грязная. Каждый год мы сообщаем им, что Дуной чистый. Уже 10 лет все сточные воды поступают в южные очистные сооружения». В заплыве участвует 700 человек. В воду пускают партиями по 25 пловцов. «Проплыть по нашей красивой реке несложно. Ощущения прекрасные. Я родился в Будапеште, живу здесь и здесь же занимаюсь спортом. Заплыв по красивой реке – запоминающийся эпизод жизни. Каждый должен попробовать». Заплыв через Дуная прошёл в рамках городских игр Будапешта. Их цель – побудить горожан больше заниматься спортом в парках и на воде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова